Всем привет! Новое видео, новый задник, ставь оценки, поехали! Я вам сегодня расскажу, почему я ненавижу на самом деле PlayStation VR. Я его так ждал, и я считаю это неудачное приобретение. Поехали! Хочу сказать сразу, что сколько людей, столько и мнений. Я выражаю лично свое мнение и являюсь сейчас пользователем HTC Vive. Я расскажу, почему я ждал, ждал, вышла PlayStation VR, я ее попробовал и купил вот эту тему. Поехали! Ну и, кстати, вот этот самый HTC Vive Бандеролька мне прислала прямо из Америки. Покупала все это в фирменном магазине HTC, и это вышло на 10 тысяч дешевле, чем это продается в Москве даже с доставкой. Сервис Бандеролька – сервис по доставке товаров из США. Вы можете заказать любой товар там и переправить его себе сюда курьерской службой. Так что пользуйтесь, ссылка будет в описании. Это видео заразило до того, что у меня сейчас нету PlayStation VR прямо здесь в комнате. У меня есть обычные очки виртуальной реальности, Samsung Gear VR, есть HTC Vive, которым я пользуюсь. Это вообще бомбовская штука, если вы понимаете, о чем я. Так вот, когда компания Sony сказала, что мы будем выпускать шлем виртуальной реальности для виртуальных игр, я подумал, что «Вау, наконец-то круто сработало, и я его себе хочу». Было неизвестно, сколько он будет стоить вообще в Российской Федерации, как все это будет дело вроде как работать. Мы подождали. И что мы сейчас имеем? Я возьму свой планшет. На самом деле, это планшет в прямом смысле этого слова. Здесь у меня записана вся информация про HTC Vive, потом Oculus Rift и PlayStation VR. Если вам будет интересно, то дайте знать либо пальцами наверх, либо в комментариях, чтобы я выпустил ролик и сравнил все три эти игровые системы, рассказал, какая из них лучше, какая хуже. Итак, мы сейчас оговорим непосредственно про PlayStation VR. Чтобы сейчас его купить, вам потребуется заплатить где-то 35-36 тысяч рублей только за комплект шлема виртуальной реальности, да и, в принципе, и все. Там будет куча проводов. Ну, куча проводов сейчас везде. Чтобы играть в виртуальную реальность, будь добр, как бы, все это подсоедините, чтобы у тебя это все валялось по комнате. Я думаю, что с этим разберутся и в будущем все это сделают беспроводным. Чтобы окунуться в виртуальную реальность от PlayStation, блин, купи приставку за 35 тысяч рублей. Можно, конечно, использовать и старую PlayStation 4 обычно, она тоже тянет. И новая, типа, Slim Edition работает, и Pro. Разницы, в принципе, наверное, там никакой и не будет в виртуальной реальности. Короче, ну, 35 тысяч рублей. Плюс, комплект виртуальной реальности PlayStation VR и счет 35 тысяч рублей. Но тут начинается самое интересное. На кой хрен продавать мувы, которые были для PlayStation 3? Неужели нельзя было придумывать что-то новенькое? Ну, тут можно по-разному судить. Да, нельзя было придумывать что-то новенькое, потому что мувы это хорошо, это уже проверено. И, типа, работает как надо. Там кнопочки и шарики, которые светятся и отслеживаются. Но с точки зрения, вообще, вот сейчас новинок по виртуальной реальности, контроллер HTC Vive. Он просто охрененен. Здесь клавиша, здесь клавиша, здесь сенсорный джойстик, вот здесь поверхность, вот здесь. Плюс это клавиши, триггер. И все это отслеживается, короче, в руке лежит просто бесподобно. По сравнению с PlayStation VR я выбираю именно вот такой контроллер. Он мне больше нравится. Ну и, наверное, по функционалу это будет намного лучше, чем контроллер от PlayStation. Так вот, о чем это я? Короче, в комплекте с шлемом не идут мувы, контроллеры. Ты будешь использовать обычный джойстик, геймпад, который у тебя идет к приставке. То есть ты сидишь и на нем, типа, играешь. Ну да, прикольно, если ты в виртуальной реальности, и ты просто сидишь на месте при помощи джойстика играешь. Вроде как прикольно, но не особо. Это, короче, первый косяк, что тебе потребуется еще к этому докупить мувы. Две штуки, чтобы они у тебя были в руках, и ты как бы мог нормально уже отслеживать свои руки, там что-то нажимать и смотреть. Второе. В комплекте не идет камера, которая отслеживает как раз все это. Если она у тебя есть, это замечательно. Если у тебя ее нету, то welcome покупай. Итого, комплект шлема виртуальной реальности плюс мувы плюс камера обойдется в 46 тысяч рублей. И прибавляй сюда еще 35 тысяч рублей за приставку. Стоп, стоп, стоп. Если вы хотите потратить 70, ну 60 тысяч рублей, можно сейчас найти на HTC Vive, это получится даже немножко выгоднее по тому, что продается. Но, чтобы играть в HTC Vive, тебе нужен компьютер. Там, кстати, от 960 GTX все игрушки идут. Так что я думаю, что собрать систему не проблема. Ну и в HTC Vive там намного больше всяких приколюх, это все-таки настоящая виртуальная реальность. Это я вам прям обещаю. Большая проблема компании Sony, именно в подразделении PlayStation, в том, что они делали мувы. Помните, на третью PlayStation. Сколько игр, перечислите мне, было с поддержкой этих самых мувов? Ну сколько там? Две, три, четыре, пять. Не знаю, пять, наверное, максимум. У меня они были. И я играл, по-моему, в две игры только. Одна из них была нормальная. Там, какой-то чувака надо было поврить, что-то поделать. Это было круто. И плюс еще камера нужна была, типа, PlayStation Eye. Сейчас это все с двумя камерами уже раньше была просто одна. Выпустили мувы. Прикольно. И забыли. Все, не упускали для этого вообще никакого контента. Второе. PlayStation Camera. Вот это PlayStation Eye. Раньше она Eye называлась сейчас PlayStation Camera. Такая же хрень. Выпустили. Народ покупал. Я себе даже купил. Я думал, что будут игрушки хрена с два. Сколько там? Две, три, четыре. Максимум пять игр с поддержкой этой камеры. Во всем остальном, типа, ну, делай стримы, подключай, все. Она, извините, стоит, по-моему, четыре или пять тысяч рублей. Здесь такая же ситуация. Компания Sony выпускает эту камеру. Говорит, что, о, у нас есть, короче, эксклюзив. Все играют в одну игрушку и потом все на это дело забивают. Потому что никто не делает никакие игры. Что было с Move'ом? Что было с PlayStation Camera? И сейчас мы доготились до PlayStation VR. Здесь, возможно, тема будет такая же, но немножко получше. Сейчас все-таки эта тема все популярнее и популярнее. Сейчас я вам объясню, что я по этому поводу думаю. Ладно, я не буду говорить про технические характеристики, какие там Full HD дисплеи и так далее. Там, в принципе, во всех все одинаково. В HTC Vive немножко угол обзора там будет получше. То есть побольше погружения. Но это вообще никак не критично. Пробовал и то, и то. В принципе, одинаково. Вся соль такова, что когда вышла по PlayStation VR, и сейчас она уже есть, игрушки, твою мать, стоят в три раза дороже, чем они должны были продаваться. Меня вообще давно это бесит тема, что игрушка на консоль стоит в два раза дороже, чем на компьютер, к примеру. Ну да, это можно по-разному сказать. И там плюсы, и здесь плюсы. Все-таки готовое решение, да. Четыре тысячи рублей за игрушку. Хотя через полгода ее можно купить уже где-нибудь за полторы по распродаже. Сейчас происходит такая тема. Игрушка, ну, к примеру, Job, симулятор работы. Она стоит, сейчас я вам скажу, сколько она стоит, 500 рублей для Oculus Rift. Ее, кстати, по-моему, для Oculus Rift нет. Для HTC Vive стоит 500 рублей. Играй, не хочу. Для PlayStation она стоит 1700, 1800 рублей. То есть это в 3 и чуть-чуть, там, 3.2 раза дороже. То есть вы представляете, что здесь есть. Итак, со всеми играми. Игр всего, потом будет это все в сравнении. В HTC Vive 604 игры на данный момент, и каждый день выходит штук, наверное, по 5, по 10. Представляете, сколько игр, да? Каждый день. Для Oculus Rift 228 игр. И для PlayStation 41 игра. Из них нормальных, наверное, где-то 30. Плюс-минус демо-версии. Короче, нормальных игрушек где-то, наверное, 20-25. Да, будут выходить новые, но они стоят намного дороже, чем они должны портаваться. Можно много говорить, что, ну, все-таки, это же консоль портативная. Но, блин, ты покупаешь еще за 36 косарей камеру, плюс туда добавляешь, того 46 тысяч, и потом добавляешь игрушки. Будет выгоднее купить, к примеру, HTC Vive на компьютер. Ты там сэкономишь на игрушках на одних. Если ты постоянно там на PlayStation будешь покупать, прикинь, сколько ты будешь переплачивать. Большой косяк еще PlayStation VR в том, что при ярком освещении, к примеру, в дневное время, когда светит солнце в комнате, то вот эти вот трекеры, которые у тебя есть на шлеме, на контроллерах, они не всегда видны. Бывают небольшие сбои в PlayStation камере, то есть по трекингу этих самых точек, лучше играть в таком притемненном помещении, чтобы вот эти LED-фонарики, они ярче светили. Максимальная цена игры для PlayStation VR составляет 3600 рублей. Вот теперь будете считать. 3600 рублей за одну игрушку, в то время как для HTC Vive и Oculus Rift это составляет... в то время как для HTC Vive составляет 1300, и для Oculus Rift 1200. То есть это максимальная цена игрушек, черт возьми. Как бы есть эксклюзивы, которые сделали для выпуска PlayStation VR, это Batman Arkham City. Да, прикольная тема, но как бы в нее поиграли, и все, народу требуется еще, еще, еще контента, давайте. Игрушки там появляются, они типа больше демо-версии. Ну, короче, как-то опять, PlayStation неинтересно по контенту. Я уже не говорил про этот PlayStation Store, это полное дерьмо. До сих пор PlayStation Store, я не знаю, работает через жопу. Да, есть комплекты в Америке, которые у тебя полностью там и мувы идут, и камеры, и шлем виртуальной реальности. Блин, это стоит таких денег. И отдавать 70 тысяч рублей за комплект VR, чтобы поиграть на PlayStation, и потом еще отдавать по 2, 3, 3 600 тысяч рублей за игрушку, нет, спасибо. Я себе выбираю HTC Vive, при помощи которого ты можешь ходить по комнате, перемещаться, ходить, что-то там лазать, ползать и так далее. И цена игрушек в 3 раза меньше. То есть у тебя со временем, это все равно вырится в выгоду. И играть ты сможешь без проблем от 960 GTX. Вполне. Там, ну, прописано это в HTC Vive. По PlayStation VR такое ощущение, что пустили мне просто пыль в глаза, что, вау, виртуальная реальности, это прикольно. Ну и в итоге получается, что ты поставил камеру и сидишь на месте. То есть я не могу нагнуться, посмотреть себе там эти, не знаю, лечь на пол, посмотреть сверху, вниз. Нет, такого нельзя. А на HTC Vive можно. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, потому что я свою точку зрения высказал, она моя, и я от нее не отойду. Вот поэтому я и купил себе HTC Vive. Спасибо, что досмотрели. Ждите. Влог декабрь продолжается. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok